Его глазами Учиха после долгого пути, наконец, прибывает к Санину. Он устал, но доволен тем, что, несмотря ни на что, все же добился своей цели и прибыл к Арачумару. Тренировки шли полным ходом. Саски не жалел себя и выкладывался на них на все сто. Но каждый раз как спускалась ночь, он вспоминал. Вспоминал Канаху, то, как там было достаточно спокойно. Вспоминал идиота Наруто, как бы он ни пытался, блондин просто не понимал, что чувствует Саски. Но после он вспоминал Харуна. Ее слова. Ее просьбы. Она часто посещала его в мыслях, чему он был не очень рад. Она умудрялась раздражать парня, даже будучи далеко. Наступил новый день, а Брюнет с трудом поднялся с кровати. На тренировке он был рассеян, раздражен и не стеснялся перечить новоиспеченному наставнику. Тот же прекрасно понимал, что происходит. Хоть Учхо и с ним, но все его мысли еще там. Он все еще не разорвал своих связей с Канахой. Похоже, понадобится время. Усмехнулся мужчина, наблюдая за, уходящим с тренировочного поля, Саски. Но он готов был подождать, оно того стоило. И снова ночь. Саски сегодня старался измотать себя как можно сильнее, чтобы просто перейти и упасть. Но нет. Даже сейчас уставший, почти обессиленный, он все равно находит силы, чтобы не спать. В этот раз команда номер семь влезла в его мысли. «Черт возьми, да когда вы оставите меня в покое?» Гневался Саски, пытаясь уснуть. И если Наруто терзал его в этот раз не так уж и долго, то вот кулнаичи. Саски вспоминал ее радостный голос, ее жизнерадостную улыбку, ее счастливые глаза. Он чувствовал, что поступил с ней жестоко, что она не заслуживала такого. Но и по-другому развен мог. «Саски-кун», — снова произнесла она в его воспоминаниях. Парень спрятал голову под подушку, будто прячась от нее. С трудом он все же провалился в сон. Утро для Саски наступило рано, и в этот раз его никто не будил. Но не успел он проснуться, как в его голову вновь пришла она. Он вспоминал, как самоотверженно она защищала его от шины без звука и от горы. Как волновалась, когда он попадал в больницу, как каждый день навещала его и ухаживала за ним. Как чуть не сорвала ему экзамен. Она всегда переживала за него больше, чем за себя или Наруто. А он бросил ее. Оставил одну. Саски снова почувствовал укур вины. На сегодняшней тренировке у парня не было столько энтузиазма, а он сам еще сильнее летал в облака. Сегодня он решил сдаться ей. Может, тогда оставят в покое. Но нет. Он лишь еще больше вспомнил ее. Какие-то мимолетные моменты, что-то банальное, что обычно люди не запоминают. Интересно, а как звали того хмыря? Брюнет припомнил обед на одной из миссий. Да и еще такой наглый. Учхо чувствовал, как злиться на незнакомца только потому, что тот признал красоту его напарницы. Но ведь такого раньше за ним не было. Он же тоже был там в тот момент и, кажется, даже обратил особого внимания на этого человека. Так почему он сейчас так взбешен? Похоже, и следующая ночь будет долгой. Безнадежно выдохнул он. Собирайся, Саски-кун. Арчимару стоял в дверном проеме с привычно сложенными на груди руками. Брюнет наблюдал за своим протеже и ждал хоть каких-то действий от него. Саски вылез из-под подушки и крайне сонно посмотрел на него. Куда? Пробурчит тот себе под нос. Но Санин не стал ему отвечать и покинул парня. Такое поведение раздражало Саски еще сильнее, но говорить он ничего не стал. Парень старался держаться, пока они шли от одного убежища к другому, но состояние у него было явно не очень. Голова шла кругом, яркий свет бил в глаза, а самого его немного покачивало из стороны в сторону. Чтобы хоть как-то облегчить собственную участь, у Чеха шел с опущенной головой. Сильный порыв ветра заставил парня прикрыть лицо рукой, чтобы грязь и дорожная пыль не попала в глаза. В его ладонь что-то прилетело, а ветер стих. Брюнет без задней мысли решил взглянуть, что это. Лепесток Сакуры, что застрял в его руке, был последним, что он рассчитывал увидеть. Сакура. В такое время года? Он поднял голову в полной решимости найти само дерево. То, насколько оно величественно стояло на фоне остальных деревьев, немного выбивало парня из мыслей. Раньше он никогда бы не обратил на это внимание, а если и да, то какое-то дерево не смогло бы его удержать. Но сейчас... Сейчас он был уверен, что приоткрасней растении он до этого не видел. Саски-кун. Ее голос снова настиг его шеей, и он был готов поклясться, что именно слышал его. На всякий случай Брюнет огляделся. Нет, они тут вдвоем. Арачимару обернулся на Саски. Санину ничего говорить не пришлось, Учхо и сам понял, что отстал и теперь нагоняет. Незаметно он убрал лепесток в карман. Этой ночью он провалился практически сразу. Его губы за долгое время тронула улыбка. Саски-кун. Голос Сакуры был действительно реален. Учхо резко подорвался с места и в злом порыве от собственных мыслей был готов запустить подушку в стену. Но девочка действительно стояла пред ним. Что? Сакура? Что ты здесь? Но его будто кто-то заставил замолчать. Приглядевшись к Харуна, он заметил изменения. Нет того блеска в глазах, с которым смотрела на него только она. И улыбка лучезарная, радостная, тоже уже не украшает ее лицо. Мои родители больше не разговаривают со мной. Они решили, что я позорю их своими чувствами к тебе. Ее голос был сух, безжизненный. А как же она? Наруто? В мыслях вопросил Учхо в полной уверенности, что они-то ее не бросят. Друзья обходят меня стороной. Они злятся. Обиделись, что я выбрала тебя, а не их. Вышло так, как я тебе сказал. Без тебя я осталась одна. Она опустила голову и обняла себя руками. В проеме его комнаты появился Итачи, и Саски даже не подумал, откуда эти двое могли узнать, где он. Его волновало совершенно другое. Сакура. Сакура. Но сколько бы он ее ни звал, она не слышит его, а Итачи уже практически подошел к ней. Тогда он все сделает сам. Он сам защитит ее. И тут Саски с ужасом понимает, что он не может и пальцем пошевелить. Страх быстро перерос в настоящую панику, а каждая его попытка хоть как-то шевельнуться была все отчаяннее. Итачи уже буквально стоял за спиной девочки, а та все так же неподвижно смотрела в пол. Ее тело дрогнуло. Саски. Кун. Так же, как и в тот раз в конохе протянула она. Ее глаза начали закрываться, а сама она без помощи нападать. Нет. Нет. Саски распахнул глаза. Он все еще в той же комнате, но здесь темно и тихо. Он тут один. Точно один. Его глаза медленно изучали доступный периметр. Да, точно. Сердце бешено колотилось, дыхание все никак не могло прийти в норму, а в висках пульсировала боль, что отдавало в глаза. Я должен забрать эту доставучую Кунаичи с собой. Он полон решимости и никто его не остановит. Ее глазами Сакура уже не раз пожалела, что отправила Наруто одного. Что не пошла с ним. Что тогда не остановила Саски. Он ушел и Кунаичи ощутила изменения. Вроде все то же самое. Друзья, учители, дом. Но все равно пусто. Неуютно. Холодно. И одиноко. Очень одиноко. Как там Саски? Вдруг он ранен и нуждается в помощи. Вдруг Арчимару еще исполнил задуманные Саски еще нет? Нет. Нет, нет и еще раз нет. Саски не дурак. Ему хватит ума обхитрить змеи и получить от него то, что ему нужно. А когда он выполнит свою миссию, он обязательно вернется домой. Вернется, и все будет как прежде. Конечно, Сакуре было обидно, что он не поверил в нее, что оставил в деревне, когда та была готова помочь ему любой ценой, но она уже не злилась на него. А вот на себя. Она станет сильнее, и тогда ему придется считаться с ее мнением. Она пообещала это Наруто, но прежде всего самой себе. Завтра ее ждала очередная тяжелая тренировка с Цунадисама, а ей все не спалось. Воспоминания с новой силой одолели ее. На первой же их совместной миссии вне деревни он защитил ее. Тогда она совершенно не понимала, насколько неподготовлена, но он был рядом. Как же она тогда испугалась, что он умрет. Сейчас это все казалось таким далеким, словно в другой жизни. А экзамен? Тогда он впервые похвалил ее за наблюдательность. Тогда ей впервые было так страшно, но он был рядом и защитил их обоих от смерти. Тогда она впервые смогла хоть что-то сделать и для него. Она смогла хоть как-то защитить их с Наруто, пожертвовав своими волосами. А когда Гара, впавший в безумие, летел на Саске, именно она встала у него на пути, выиграв немного времени для Наруто. Ее губы тронула улыбка. Да, она слабая. Да, не слишком умелая, но сейчас она делает все, чтобы исправить это. Чтобы догнать мальчишек. Она больше не может попустолить слезы. Больше не может быть обузой. Завтра я буду чуть ближе к вам, ребята. А сейчас надо спать. Девочка отвернулась и почти сразу уснула. Она еще не знала, что ей предстоит скорая встреча с ее любимым Саске Коном. Утро для нее началось рано. Она уже не так много времени уделяла своей внешности, зная, что это далеко не главное. Выбежав из дома, она сразу отправилась к наставнику. Цунади уже ждала ее. На тренировки девочка была собрана, внимательна и отдавалась по максимуму. Даже Синджу удивилась ее упорству. На сегодня все. Уведомила Санин, а Сакура удивилась, что день так быстро полетел. По дороге назад она встретила родителей. Саске никогда не думал, что проникнуть в деревню, окажется настолько непросто. Но ему все же это удалось и, кажется, его никто не заметил. Он ловко забрался на балкон девушки, но дома никого не оказалось. Где она может быть в такое время? На улице темнело. Что если она у наставника? Что если ее отправили на миссию и в ближайшее время она не вернется? Значит он пришел зря? Но он уже здесь. Шинаби часто проходили мимо ее дома. Еще бы ведь это центр Канохи. Чтобы не привлекать внимание, он решил, что будет безопаснее дождаться ее внутри. Если подумать, он впервые в девчачьей комнате, а тем более в ее. Пока представилась возможность он огляделся. Футону окна и пару шкафов, вот и вся комната. Здесь даже не было остало. Он удивился, насколько здесь мало места, по сравнению с его комнатой. Прежней комнаты незамедлительно поправил он сам себя. Он больше не часть этой деревни. И скорее всего он вряд ли сюда еще когда вернется. Учиху начали терзать сомнения, а стоит ли оно того? У Сакуры есть дом, семья, друзья. Хочет ли он лишить ее всего этого и заклеймить как преступника? Внизу послышались голоса. Не понимаю, почему они решили сделать из него врага. Возмущалась Мебуки. Парень просто хочет стать сильнее для достижения собственных целей. Поддержал жену Кизаши. Наруто тоже ушел из деревни с Санином, но его же не называют дезертиром. Да и именно Санин сейчас является Хакаги. Мужчина был серьезно недоволен своим руководством. Конечно, Саске было приятно слышать подобные разговоры, но сейчас он понял, что семья Харуна совершенно ничего не знает о делах Арачимару. Они не понимают, насколько тот на самом деле опасен для них самих же. Он тяжело вздохнул. Знаете, я думаю Саске Кум вернется через какое-то время. Ее голос был одновременно и грустен, но и полон надежды. Когда Учхо услышал его, сердце пропустило удар. Она ждет его. Она все еще верит, что он вернется. Мы с Наруто станем сильнее и не допустим, чтобы с Саске Куном что-то случилось. Она улыбнулась, хоть Брюнет этого не видел, но он точно это знал. Даже сейчас она готова приложить много усилий, чтобы позаботиться о нем. Так и надо. Это моя дочь. Киза Ши был горд, что его девочка так относится к своему товарищу. Он не знал, что за ее словами стоят чувства, куда сильнее дружбы. «Тебе завтра опять рано вставать?» И спросила она помнил у Мебуки. Девочка просто кивнула. «Тогда иди отдыхай». Сакура с улыбкой посмотрела на маму, но как только она отвернулась и подошла к лестнице, от ее улыбки не осталось и следа. Как же ей было сложно играть весь этот спектакль перед родными. Как она хотела, чтобы все было как раньше. Саске отошел от двери, когда понял, что напарница идет именно сюда. Это был последний шанс для него уйти. Уйти и оставить Харуна дома. Но его ноги словно приросли к полу. Дверь бесшумно открылась, но девочка не торопилась заходить внутрь. Увидев его она не знала, что ей делать. Поздравый разум взял верх. Она зашла и закрыла дверь. «Тебе не кажется, что это слишком жестокая шутка?» Сухая немного со злостью проговорила девушка и только после этого она вспомнила, что Наруто сейчас далеко от деревни. «Но тогда кто это?» «Кто способен на такое?» «Не думаю, что кому-то в голову придет такая глупость, как превращаться в меня». Привычным тоном ответил он, а его глаза сменили цвет на красный. Это и вправду был он. Саске-кун. Ее голос был громче, чем он бы этого хотел. Он поднес палец к губам, показывая, чтобы та была тише. «Сакура, у тебя все в порядке?» Послышался голос Мебуки за дверью. Девочка прижалась спиной к двери, чтобы в случае чего родители не смогли зайти сразу. «Да». «Да». «Все в порядке?» Громко ответила она. Сакура боялась, что они могут зайти и очень хотела, чтобы этого не произошло. «Что ты здесь делаешь, Саске-кун?» И удивление, и любопытство смешались, и было непонятно, чего же в ее голосе больше. «Ты говорила, что хочешь пойти со мной?» Он был тверд и уверен, хотя внутри его все еще терзали сомнения. «Ты все еще хочешь?» «Все же будет правильнее, если она сама решит идти ей с ним или все же остаться?» Девочка обернулась на дверь. Она оробила и не знала, правильно ли будет теперь все бросить. У нее неплохо получалось быть медиком, да и тренировки. А с другой стороны, она всегда будет рядом с ним, будет присматривать за Саске, наверное, тоже сможет стать сильнее. Тишина неприлично затянулась. Девочка опустила глаза и тяжело вздохнула. Похоже, она не согласится и с какой-то стороны он был рад этому, но с другой очаха понимал, что терзание по ночам не закончится. «Дай мне немного времени, чтобы собраться». Достаточно быстро протараторила она. В взгляд, что встретил Саске был полон решимости. Она вышла из комнаты. «Что случилось?» «Куда ты собираешься?» Мебуки была совершенно сбита с толку. Ее сильно беспокоило, что ее дочь куда-то уходит на ночь глядя. «Прости, мам. Я не могу говорить. Это секретная миссия». Сакуре было неприятно врать, но она понимала, что так они будут спокойнее за нее. «Я вернусь, как только смогу». Глядя в материнские глаза, пообещала она.